Девушки отдыхают Девушки отдыхают Статья о тесных связях политических комментаторов телеканала Fox News с Дональдом Трампом В частности, некоторые комментаторы, например, Шон Хеннеки, являются едва ли не советниками президента, писал журнал «Неподобающие отношения» Так охарактеризовал господин Перец отношения между Дональдом Трампом и сотрудниками телеканала Fox News Статья в журнале «Нью-Йоркер» называлась так «Трамповское телевидение» «Трамп ТВ» Статью написала Джейн Мэйер Она беседовала с десятками людей, которые были связаны в той или иной ипостаси с Fox News И читателю, читателю, а я был тоже читателю Следовало прийти к заключению Телеканал Fox News есть оружие пропаганды Трампа И вот как только статья была опубликована, руководство Демократической партии оказалось под давлением рядовых партийцев, которые требовали прекратить всякие контакты с телеканалом Fox News И господину Тому Пересу, официальному руководителю Демпартии, не оставалось будто бы ничего другого, как подчиниться Дамы и господа, прежде чем обратиться к статье госпожи Мэйер Она глава Вашингтонского офиса журнала The New Yorker Перед тем, как поговорить о статье, я полагаю, следует ответить на такой вопрос Есть ли что-либо необычное в отношениях Трампа с журналистами Fox News И выходит ли отношения Трампа с Хеннити за рамки допустимого в стране, в нашей стране, депресса согласно Конституции, независимо от власти Дамы и господа, не удивляйтесь моему ответу Нынешний президент Соединенных Штатов Америки и один из ведущих политических комментаторов телеканала Fox News Всего лишь продолжают традицию отношений между главой исполнительной власти и журналистами Чтобы доказать это, я обращаюсь, как обычно, к истории нашей страны Мы с вами знаем, что Конституция родилась в 1787 году Это был 11-й год существования Соединенных Штатов И Конституция не предусматривала политических партий Но противоборствующие партии образовались в нашей стране вскоре после первой инаугурации первого президента Джорджа Вашингтона Государственный секретарь Томас Джефферсон не разделял взглядов ни президента Вашингтона, ни министра финансов Александра Гамильтона Не разделял их взгляды и на внутреннюю политику, и на внешнюю Раскол между ними привел к созданию двух партий Федералистской и республиканской Но не нынешней республиканской, а республиканской тех времен Президент Вашингтон, министр финансов Гамильтон были федералистами Госсекретарь Джефферсон возглавил джефферсоневских, как их принято называть, республиканцев Газеты поддерживали либо одну партию, либо другую И политики прибегали всегда к помощи журналистов в борьбе с противниками Причем в федералистских газетах не было места федералистам-республиканцам В республиканских газетах не было места федералистам Вот этим газеты первых десятилетий нашей страны отличались от нынешних Сегодня даже в штате таких продемократических газет, как The New York Times и The Washington Post Есть номинальные комментаторы республиканцев В городе Филадельфия с 1794 года по 1824 в течение 30 лет Выходила газета The Philadelphia Aurora, Philadelphia Aurora Она была таким же оружием джефферсоневских республиканцев в борьбе с президентами-федералистами Вашингтоном и Джоном Адамсом, каким нынче является компания CNN в борьбе с Трампом Ну, например, журналисты Филадельфийской Авроры уверяли читателей, что Вашингтон и Адамс являются агентами Британии Ну, как CNN уверяла всех нас, что Трамп является агентом Путина В 1798 году у президента Адамс, это второй президент, у него лопнуло терпение, и он убедил Конгресс В Конгрессе заправляли его однопартийцы-федералисты, он убедил их принять закон о подстрекательстве к мятежу The Sedition Act – закон о подстрекательстве к мятежу Этот закон позволял заключать в тюрьму неугодных журналистов и штрафовать их Закон, разумеется, противоречен первой поправке Конституции Он был отменен в 1801 году, когда Джефферсон стал президентом, а в Конгрессе стали заправлять его однопартийцы Это 1801 год А четырьмя годами ранее, в 1797-м, Джефферсон, он был тогда вице-президентом в администрации Адамса Он воспользовался услугами журналистов в борьбе с ненавистным ему Гамильтоном В 1797 году в Филадельфии, в то время это была столица Соединенных Штатов В Филадельфии вышла книга с таким названием История Соединенных Штатов за год 1796-й, включая множество интересных сведений Окей, одно из интересных сведений привлекает до сих пор историков периода первых лет Соединенных Штатов Это интересное сведение о внебрачной связи Гамильтона Об этом знали единицы, и они дали Гамильтону слово «Будем молчать» Но когда разногласия министра финансов Гамильтона с Джефферсоном накалились до предела Давшие обет молчания поставили Джефферсона в известность А вице-президент Джефферсон слил, как теперь говорят, информацию антифедералистскому журналисту Джеймсу Коллендеру Вот Коллендер и поведал в книге «История Соединенных Штатов за год 1796-й» о внебрачной связи Гамильтона У американцев есть прекрасная пословица На русский она переводится так «Кто вынашивает в сердце зло, зло и получает» Но у нас тоже есть пословица «Не рой яму другому, сам в нее попадешь» Итак, 1 сентября 1802 года Выходившая в городе Ричмонд, где-то столица штата Вирджиния газета «За Ричмонд» «Рекордер» напечатала статью о связи Джефферсона с наложницей одной из его рабынь Ее имя Салли, информировал читателей, автор статьи Который был тем самым журналистом, что написал пятью годами ранее внебрачной связи Гамильтона Теперь Коллендер переветнулся в лагерь политических врагов Джефферсона И печатался в газетах федералистов Вот так политики в те далекие времена прибегали к помощи прессы в борьбе со своими политическими врагами К услугам журналистов в рекламе своей политики и в борьбе с политическими соперниками Прибегали очень часто президент Джеймс Мэдисон и в большей степени президент Эндрю Джексон Эндрю Джексон, я напомню, основатель современной демократической партии Вот к этому времени, это середина 20-х годов 19-го века Федералистская партия испустила дух Соперником демократов стала партия Вигов На смену партии Вигов пришла в середине 50-х годов 19-го века современная республиканская партия Газеты и журналы оставались однопартийными До войны, союза и конфедерации, до гражданской войны В южных штатах, эти штаты были демократические Появились газеты, допускавшие два мнения по одной и той же проблеме На севере, главным образом в Нью-Йорке, были прореспубликанские газеты Которые позволяли себе критиковать политиков республиканцев В том числе и президента республиканца Авраама Линкольна Одним из таких критиков был главный редактор газеты «За Нью-Йорк Трибюн» Аболиционист Хоррейс Грилли 19 августа 1862 года Война продолжалась уже второй год Хоррейс Грилли обвинил однопартийца республиканца Линкольна В мягком отношении к рабовладельцам И в невыполнении принятых законов Конгрессом законов о конфискации собственности рабовладельцев Институт рабовладения, писал Грилли, следует ликвидировать Это он написал 19 августа 1862 года Спустя три дня, 22 августа, Линкольн ответил на критику Президент в частности писал Вот это интереснейшие слова, дамы и господа Вот что писал Линкольн Моей высшей целью в войне является сохранение союза А не сохранение или уничтожение рабства Если бы я смог спасти союз, не освободив ни одного раба Я бы сделал это И если бы я мог спасти союз, освободив всех рабов Я бы сделал это Если бы я мог спасти союз, освободив одних рабов И не освободив других Я бы это сделал Это написал Линкольн 22 августа 1862 года А ровно через месяц, 22 сентября Линкольн предупредил штаты конфедерации Если до 1 января 1863 года они не прекратят бунтовать Он объявит об освобождении рабов Ни один из южных штатов Не внял предупреждению И в первый день 1863 года Президент Линкольн сдал прокламацию Об освобождении рабов Грили был не первым журналистом Потребовавшим публично у Линкольна Покончить с институтом рабовладения Но, видимо, его обращение оказалось решающим Дамы и господа Придет ли сегодня кому-нибудь в голову Осуждать влияние журналистов На политику президента Линкольна? Что же касается письма Линкольну Хорресу Грили То оно опровергает бытущее ныне мнение Что освобождение рабов Было главной целью союзовой несконфедерации Об этом говорят во всех школах сегодня Линкольн начал войну для того, чтобы покончить с рабовладением Это ложь Ложь, потому что, Линкольн, напомню его слова Моей высшей целью является сохранение союза А не сохранение или уничтожение рабства Сегодняшним школьникам об этом не рассказывают Окей, дамы и господа Давайте перенесемся из середины 19 века В первое десятилетие 20 века Когда президентом был Теодор Рузвельт Одним из главных советников Теодора Рузвельта Был Линкольн Стефенс Линкольн Стефенс Он был корреспондентом популярнейшего в то время Журнала The Mercury Magazine Таких журналов, как Стефенс Тот, кто знает историю, это знает Таких, как он называли Маккрекерс, то есть разгребатели грязи Эти журналисты разоблачали коррупцию в больших городах Разоблачали преступные связи чиновников с большим бизнесом И требовали у федерального правительства противостоять трестам Рузвельт постоянно прибегал к советам Стефенса Прибегал в вопросах о том, как проводить в жизнь прогрессивную политику И президент, вот это интересно Президент Рузвельт снабдил журналиста Стефенса письмом В этом письме было сказано Что каждый госслужащий, цитирую письмо Должен рассказывать Стефенсу о деятельности правительства Рузвельт сказал Стефенсу, что у него, президента Есть возможность рассказывать только о чиновниках исполнительной власти Но нет права информировать о сенаторах и конгрессменах Годы спустя журналист Стефенс побывал в Советском Союзе Он встречался с Владимиром и еще Лениным И потом писал Я видел будущее, оно работает I have seen the future and its work О, пролетарская революция работала, да, 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 да Стефенс Кстати, когда Ильф и Петров путешествовали по одноэтажной Америке Они навестили уже старого коммуниста американского Стефенса Дамы и господа, а что мы с вами скажем о сговоре Эдит Вильсон, она супруга президента Вудера Вильсона И личного секретаря президента Джо Тамалти И сговор с корреспондентом газеты The New York World Луисом Сейболдом Осенью 1920 года президент Вильсон был прикован к постели, у него был инсульт К нему никого он не пускали, с ним общались только жена, личный врач и личный секретарь Страна понятия не имела о болезни Вильсона Бумаги, поступавшие на имя президента, рассматривала лично Эдит Вильсон И поползли слухи, что с президентом неладно Чтобы опровергнуть слухи Первая леди и личный секретарь президента пригласили журналиста взять у него интервью До сих пор остается тайной, видел ли журналист Сейболд президента Вильсона Но историки давным-давно пришли к выводу В интервью нет ни слова правды о состоянии больного президента В 1921 году журналист Сейболд был награжден Пулитцеровской премией за интервью с Вильсоном За интервью, которая не состоялась От лауреата Пулитцеровской премии Сейболда давайте перейдем к лауреату Пулитцеровской премии Джону Кеннеди В 1957 году Кеннеди, в то время он был еще сенатором Он получил Пулитцера за книгу «Рассказы о мужестве» Это был сборник очерков о сенаторах, которые принимали непопулярные решения Кеннеди вряд ли получил премию, если бы не Артур Крок Артур Крок был глава Вашингтонского отделения газеты The New York Times И самый влиятельный член Совета по присуждению премий В середине 30-х годов Крок был доверенным лицом семьи Кеннеди в Вашингтоне В то время он прославлял в своих статьях Джозефа Кеннеди, отца будущего президента А когда Джон был конгрессменом, затем сенатором, наконец президентом У Крока не поднималась рука писать что-либо отрицательное о сыне своего друга Главный редактор газеты The Washington Post Бенджамин Брэдли был личным другом Кеннеди Он приходил к президенту в Белый дом как к себе домой Он информировал президента о готовящихся к публикации материалов Окей, главный редактор информировал президента о том, какие материалы готовятся к публикации И если президенту что-то не нравилось, главный редактор прислушивался Один из советников Кеннеди, Кларк Клиффорд, он написал прекрасные воспоминания Он однажды, он вспоминает Однажды Кеннеди воспользовался услугами Брэдли для торпедирования статьи, готовящейся к печати в журнале Ньюзуик Брэдли запретил печатать статью в журнале Ньюзуик, потому что Кеннеди эта статья не нравилась Вот что пишет Сеймор Херш в книге «Темная сторона Камелота» Книжка называется так «The Dark Side of Камелот» Это книга о темных пятнах в биографии президента Кеннеди Вот что пишет Херш Брэдли, казалось, не видел разницы между журналистом, другом президента и его политическим советником Пикантная новость, дамы и господа Когда Жаклин Кеннеди уезжал из Вашингтона, то в бассейн в Белый дом приглашали, я прошу прощения за деталь Всевозможных девочек, с которыми развлекались Кеннеди и его окружение И в этих развлечениях принимал участие главный редактор газеты «The Washington Past» Бенджамин Брэдли Мы с вами помним, знаем, глава Национального комитета демократической партии Том Перес назвал неподобающими отношения президента Трампа и Шона Хеннете А что бы президент, товарищ Перес, не мой товарищ, сказал об отношениях президента Кеннеди и главного редактора «The Washington Post» Брэдли? Напомню, госпожа Мэйр назвала статью о Fox News, назвала «Трамп ТВ», «Трамповская ТВ» Окей, я предлагаю назвать влиятельную вашингтонскую газету времен президента Кеннеди «The Kennedy Post», not The Washington Post, The Kennedy Post Госпожа Мэйр не погрешила против истины В администрации Трампа есть высокопоставленные чиновники, которые сотрудничали ранее с Fox News А некоторые комментаторы не скрывают положительного отношения к политике президента Ну, дамы и господа, давайте взглянем на штаты антитрамповского телевидения Оно нашпиговано бывшими сотрудниками администрации Билла Клинтона и Барака Обамы Ближайшими родственниками бывших сотрудников Вот только один интересный человек Ведущий политический обозреватель телекомпании ABC News Джордж Стефанополус Этот господин был в числе главных советников президента Кеннеди Он щедро жертвовал фонд Кеннеди В словаре господина Стефанополуса не находилось слов для критики президента Обамы И он тяжело, со слезами на глазах переживал поражение госпожи Клинтон на выборах в 2016 году Вопрос, способен ли господин Джордж Стефанополус на объективный анализ деятельности Дональда Трампа История, дамы и господа, свидетельствует У многих президентов были дружеские отношения с избранными журналистами Случалось не просто дружеские, а деловые Но уважающие себя и своих читателей, зрителей, слушателей, средств массовой информации Все же допускают второе мнение Вот такими и является телеканал Fox News Крис Уоллес, Брэд Бэя, Марта Маккалам Они критически воспринимают как политику Трампа, так и самого президента Шон Смит, Шеп Смит Глава информационного отдела Fox News не скрывает из передачи в передачу неприязни к Трампу Хуан Уильямс, ежедневный критик всего, что делает Трамп Недавно штат политических комментаторов пополнила Дона Бразил Возглавлявшая Национальный комитет Демократической партии Вопрос, есть ли какое-либо антитрамповское СМИ В котором было бы подобное разноголосие Дамы и господа, не пытайтесь искать, не найдете Кстати, журнал, в котором печатается госпожа Мэйр Типичное издание Большинство читателей журнала «За Нью-Йоркер» Причисляют себя к интеллигенции Многие следует предположить, не приемлю Трампа Журнал отвечает их политическим вкусом И клеймит президента Трампа из номера в номер Скоро исполнится 4 года, как Трамп вышел на старт президентской гонки За это время, а я постоянный читатель «За Нью-Йоркер» Журнал не напечатал ни одного положительного материала о Трампе Только критика, обычно разносная И этот журнал был в числе первых средств массовой информации Которые выражали абсолютную, стопроцентную, непоколебимую уверенность в сговоре Коллюжен избирательной команды Трампа с путинским режимом Мне интересно, изменится ли журнал «Нью-Йоркер» перед читателями, в частности, передо мной За то, что в течение нескольких лет излагал только ложь Fox News, телеканал Fox News, как кость в горле у журнала «За Нью-Йоркер» И госпожа Джейн Мэйер успешно справилась с полученной ей работой Пригвоздить ненавистный журнал к позорному столбу На этом, дамы и господа, я заканчиваю монолог Будет небольшой перерыв на рекламу Оставайтесь на нашей волне Я вернусь к вам через несколько минут Субтитры создавал DimaTorzok